Всем привет! Очень короткое сравнение хочу показать. Это куриная кость. Я Нике даю отгрызть эти булдышки, или как они называются. И потом вот эта вот кость, которую грыз пипа. Пипа выгрызает с нее костный мозг, насколько может, и немножечко подгрызает ее тоже. Немножечко вот края видно, что погрызенные. Это вчера вечером я давала пипе кость. Это такая же кость была дана кивику, по-моему, я все больше и больше, мне все больше и больше, кажется, что он все-таки наполовину пасюк. И интересно, если бы я эту кость не забрала сейчас, к вечеру осталось бы от нее что-то или нет? Вот так вот. Это вот две косточки с одной курицей. Абсолютно одинаковые по прочности. Нет слов, просто нет слов. Рассказываю страшную историю. Как-то наслышанно. У нас ходит такой слух, в общем, по городу, что если ты завел крысу дома, то к тебе придут дикие крысы. Рассказываю, откуда он прошел. Есть у нас люди, которые живут в частных домах, такие полуволканавты, которые заводят крысу. Конечно же, потом вот такая крыса и остается на улице. Ну, в общем, они заводят крысу, допустим, девочку, да? В девочке начинается течка регулярно, дыры в полу в частных домах. Или даже просто летом, к примеру, открытые двери ночью и окна могут спровоцировать то, что действительно придет пасюк. Они могут ее оставить открытой, если дыры в полу, то как бы что ей грызть. И приходит пасюк и оплодотворяет эту крыску. И потом рождаются вот такие вот дети, допустим, домбоухие, но уже с окрасом папки и с характером наполовину папки. И потом их просто относят на рынок под знаком, что вот крыска, которая их родила, все нормально, они декоративные, заберите. Потом, к примеру, покупают таких крысиков, они оказываются кусучие, их выставляют в клетки на улицу. Ну, это вот одна из таких теорий, которые, в принципе, вполне осуществимы. Ну, я сама слышала, еще в детстве знаю таких людей. Сама жила в частном доме, где жили и мыши, и крысы. И, в принципе, это все очень реально. А может быть, кто-то даже специально этого захотел. Просто выпустил крыску, чтобы она забеременела от пасюка. Вполне реально. Поэтому, какой процент дикости у киви, ну, то есть, вполне реально, что этот процент у него есть. И очень даже похоже на то, что оно так и есть. Может быть, у него там дедушка пасюк, кто знает. А может быть, даже и папа. Кивичек. У кивички такая басяя голова, да? Басяя голова такая у кивички. Такая кувалта. На ковальне. Куда ты собрался, малыш? Сейчас взвесим его. Вот тем же методом сейчас мы взвесим кивика. Как взвешивали малых. Его даже с плеча не могу снять. Он цепляется всеми лапами просто. Держись. Держись, мой хороший. Стабильность прям 486 грамм. Прям вот стабильность. За неделю 1 грамм набрал. Хотя... Ну, отпусти. Отпусти. Ой, ты мой бедный. Хотя... Кормлю я его очень хорошо. Конечно же. Мясо. Творог. Каждый день белок животный идет. Кашки. Помимо круп. Всевозможных. Помимо всевозможного зерна. Кашки на бульоне. Овощи. Кстати, овощи и фрукты он очень плохо ест. И вот он совсем не набирает. Ну, то есть... Он не хочет толстеть. Вот у него сейчас идеальная просто фигура. Я думаю, что он еще, конечно, может подрасти. Потому что у него такие крупные... Крупная башка у него. Весь он такой, как бы... Как бы есть куда расти. Не знаю, от чего он дальше не растет. Не пойму. Кушает хорошо. Но в миру. То есть он поел, поел немножечко. И все. И оставил. Потом пошел, еще немножечко поел. Не переедает мальчик. Сам себя контролирует. Молодец. Не хочет быть огромным, да? Не хочет быть огромным поелком. Скажи, я маленькая дикорашка. Нет, нет. Тетя мой хороший такой. Ты мой хороший мальчик. Ты хороший мальчик. И... Хороший мальчик. Все. В общем, хотелось снять, как это видео посвятить конкретно кивику. Так мы и сделали. С кивиком. Идет кивик. Те мой холюсий такой. Те мой холюсий такой. А напоследок я вам покажу. Косень числа. Двадцатая. Двадцатая, по-моему, да? Суббота. Зеленая суббота. Ну, вот по этим деревьям можно понять, что все-таки это осень. Двадцатая октября. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok